Также в затруднительных обстоятельствах друзей Сокрас старался быть полезенными. Итак, в прошлой главе обсуждалась дружба между равными, дружба к лакогате. В этой главе будет обсуждаться дружба между неравными. Если они происходили от незнания, он подавал вам совет. Если от бедности, учил их оказывать друг другу посильную помощь. Расскажу, что знаю о нем, так же и в этой области. Если они происходили от незнания, он давал им совет. А если от бедности, учил их оказывать друг другу посильную помощь. В смысле Сократ учил их в обоих случаях? Нет бедности, есть только незнание? Или в смысле слова и дела? Если они не знали, он говорил им слово. А если они были бедны, он что-то делал? Сократ что-то делает? Ответ нет. Нет бедности, есть только незнание. Однажды Сократ увидал Аристарка в мрачном настроении духа и сказал. Должно быть у тебя тяжело на душе, Аристарк. Отдай часть этой тяжести друзьям. Может быть и мы сколько-нибудь тебя облегчим. Заметьте, это снова ситуация, когда Сократ не один. Это снова коллектив. Тут Аристарк сказал. Да, Сократ, я в очень завидительном положении. Когда у нас в городе началось восстание и многие бежали в Пирей, ко мне сошлись покинутые сестры. Племянницы, двоюродные сестры. И столько их собралось, что теперь у меня в доме одних свободных 14 человек. Ну, в смысле свободных имеется ввиду граждан. А доходов нет у нас никаких. Не от земли, потому что она в руках противной партии. Не от домов, потому что в городе народу мало. Значит, Аристарк и куча женщин. Дружба между неравными. Возможно ли это? И каким образом? У Аристарка проблема. Много свободных, много надо кормить льдов. А денег нет. Идет война. И это, заметьте, хорошее указание. Домашних вещей никто не покупает. Занять денег негде. Скорее кажется, на дороге найдешь, чем получишь взаймы. Тяжело, Сократ, смотреть на смерть родных. Ну и покормить столько человек при таких обстоятельствах невозможно. Выслушав это, Сократ сказал. Что же за причина, что Керамон, который содержит много людей, может не только добывать и себе, и им средства в жизни, но еще столько у него остается, что он даже на живом состоянии. А ты от того, что содержишь много людей, боишься. Как бы вам всем не умереть от недостатка средств. Да, заметьте. Значит, у Аристарха много людей, и все они хотят кушать, но он бедный. А у Керамона много людей. Все они хотят кушать, но он богатый. В чем же разница? Потому что, пенузелсам отвечал Аристарх, он содержит рабов, а я свободна. Итак, Аристарх не может заставить свободных женщин работать на него, в отличие от Керамона, который может заставить своих рабов работать на него. Мы видим снова определение, традиционное определение, традиционное деление людей на свободных и рабов. И вы уже чувствуете, куда клонит Сократ. Где он их обманет? Сократ клонит к тому, что определение свободной не естественное определение, а значит, это не настоящее определение. Конечно же, он совет Сократа, заставь этих свободных женщин работать. А потом будет второй совет, еще более интересный. Кто же, по-твоему, лучше спросил Сократ? Свободные у тебя или рабы у Керамона? Да, смотрите, как Сократ пытается уничтожить традиционное представление о свободе. Кто лучше, свободные или рабы? По идее, свободные лучше. Но если свободные лучше, почему вы умираете от голода? Я думаю, отвечал он, свободные у меня. Так разве это не Срам, сказал Сократ, что они благодаря худшим... Что он? Что он, благодаря худшим, живет в богатстве, а ты с гораздо лучшими в бедности. Да, клин и Зевсам отвечал Аристарх. Он ведь содержит ремесленников, а ее людей, получивших воспитание свободных граждан. Как ремесленники-то люди, умеющие делать что-нибудь полезное? Спросил Сократ. Конечно, отвечал Аристарх. И снова посмотрите на пользу. Мука полезная вещь? Очень даже. А печеный хлеб нисколько не хуже. А плащи мужские, женские, рубашки, солдатские, накидки, рабочие блузы? Спросил Сократ. И это все очень полезные вещи, отвечал Аристарх. И смотрите, Сократ не спрашивает его, полезны ли столы, наковальни или оружие. Сократ спрашивает его, полезны ли те предметы, которые могут делать женщины. Мука, хлеб и одежда. Неужели твои ничего этого не умеют делать? Спросил Сократ. Нет, все умеют, думаю. Да, смотрите, он думает, почему, потому что все это женщины, он не знает об их образовании, кроме того, что они получили образование свободных женщин. Поэтому, по идее, ткать плащ и готовить хлеб они должны уметь. Разве ты не знаешь, что одним таким занятием, приготовлением муки, навскид не только себя со слугами может покормить, но и всех того и множество свиней и коров. И столько у него еще остается, что он и в пользу города может часто исполнять разные литургии. А печеньем хлеба киреп содержит весь дом и живет великолепно. Демей с калита делает солдатские накидки, а мином тонкие плаки. А огромное большинство мегарцев рабочие клузы. И на это все они живут. Разве ты этого не знаешь? Разве ты этого не знаешь? Да. И снова все три примера полезных вещей. Все три примера вещей, ведущих к богатству. Польза связана с эгоистичным стремлением обладать большим. Польза ведет к обогащению. Не к укреплению здоровья, не к укреплению души, не к возвышению в городе. Польза это в первую очередь, в самом базовом своем определении, обогащение. Да, клянусь Зевсом. Они ведь покупают и держат у себя варваров, которые могут заставлять работы, делать такие хорошие вещи. А у меня живут свободные, дещи родные. Да, и вот проблема. Рабов можно заставлять, свободных заставлять нельзя. И мы возвращаемся немного назад, к первой главе, где ксенофонд говорит, человеку, который способен убедить других, незачем прибегать к насилию. Если ты сможешь убедить, не надо заставлять. Сократ попробует научить своего друга, убедить этих женщин начать работать. Попробует заставить своего друга, заставить или убедить этих женщин отказаться от качества свободных, приравнять себя к рабам. Так неужели от того, что они свободные, они не должны ничего делать, как только есть и спать? Да, заметьте, есть и спать, то есть проявляет невоздержимость. А другие свободные граждане, кому по твоим наблюдениям лучше живется, и кого ты считаешь счастливее? Тех ли, которые живут в такой праздности, или тех, которые знают какое-нибудь полезное для жизни дело? И вдруг мы находим здесь первое определение счастья. Счастье – это целевое знание. Знание, ведущее к определенным целям. В данном случае это, естественно, цели здоровья и имущества, и богатства. Или ты замечал. Или ты замечал, что для усвоения нужных знаний, для запоминания выучено, для здоровья и укрепления организма, для приобретения и сохранения пригодных в жизни предметов, ничего не делания и пренебрежительные отношения ко всему полезны людям, а труд и заботы ни на что не дадут. Да, смотрите, Сократ не просто проговаривает все это. Сократ проговаривает все это для Аристарха, чтобы Аристарх сказал именно это своим женщинам. Что хотят свободные? Свободные хотят счастья. В чем состоит счастье? В богатстве и телесном здоровье. Как достигается богатство и телесное здоровье? Путем труда и упражнений. То есть упражнений в труде, в смысле физическом труде. Именно этим должен заниматься человек, который собирается стать счастливым. Но свободные, очевидно, предназначены для счастья. В отличие от лобов, они-то несчастные. Это очевидно. Какой целью твои родственницы учились тому, что они по твоим словам знают? Считали ли они эти знания непригодными в жизни и не имели в виду делать из них никакого употребления? Или наоборот думали применять их на практике и извлекать из них пользу? Смотрите, счастье, я напоминаю вам, это целевое знание. То есть это не бесцельное знание. Неприменимое знание не ведет к счастью. Мы тут же останавливаемся и задаемся вопросом. Как насчет Сократа? Применяет ли он хоть какое-то знание о себе на пользу? В смысле извлекает ли он пользу из какого-то знания? Занят ли он физическим трудом? Он может его переносить? Нет, это часть воздерживности, да? Но занят, смотрите, счастье, это труд и здоровье. Занят ли Сократ физическим трудом? Давайте дальше. Когда у людей больше добродетели, когда они ничего не делают или когда занимаются полезным трудом. Тогда они бывают справедливее, когда работают или когда ничего не делают, а только рассуждают о средствах жизни. Ровно то, чем сейчас занимается Сократ. Когда же они более справедливые? И естественно, естественно. Аристарх, когда произнесет все это своим женщинам, они сделают правильные выводы. Естественно, справедливость это действие. Не бывает справедливого стола или справедливого дома. Бывает справедливое отношение между людьми. В смысле какое-то действие, которое они производят. Если болтовня это не действие, не бывает справедливой болтовни. Мало того, теперь думаешь о мне, ни ты их не любишь, ни они тебе. Ты смотришь на них, как на бредный для тебя элемент. Заметьте, любовь Филия не была частью счастья. Она не является частью счастья. И только отдельно от счастья возникает. А они видят, что ты дегодишься ими. Отсюда возникает опасность, что вражда будет расти, а прежние симпатии уменьшатся. А если благодаря твоей инициативе они станут работать, ты будешь любить их, видя в них полезных членов семьи. Да. Значит, почему, откуда возникает любовь? Любовь возникает из пользы. Если вы откроете конец экономики, там Сократ произносит потрясающую фразу. Значит, они с Исхамахом обсуждают отца Исхамаха, который, собственно, и составил богатство Исхамаха. Исхамах говорит, что отец его не любил так ничего, как землю. И Сократ говорит, и что, он работал на земле? В смысле, он был крестьянином? Исхамах говорит, не-не-не-не. Он покупал необработанные участки, обрабатывал их и продавал. И Сократ говорит, да. Людям, буквально говорит Сократ, людям кажется, что они любят то, что кажется им выгодным. Заметьте это двойное кажется. И здесь он повторяет ровно это. Людям кажется, что они любят то, что кажется им выгодным. Они будут тебе полезными, и за это ты будешь любить их. Вопрос. Эти женщины станут основой его богатства. Он будет любить их. Но будут ли они любить его? И второй вопрос. Рабы – основа богатства, пересказанных выше мужчин. Любят ли эти мужчины своих рабов? Они тебя будут ценить, заметив, что ты радуешься, глядя на них. Да, видите, какой ответ. Естественно, они не будут его любить, но они будут его ценить, замечая, как он радуется. Почему радость? Потому что он видит, как растет его богатство. Вам приятнее будет вспоминать о прежнем услуге. Чувство признательности за них будет расти. От этого ваши взаимные отношения будут более дружескими и родственными. Это прямой обман, который натолкнется, естественно, на правду. И Аристарх прибежит к Сократу и говорит, я разбогател, они работают, но они меня ненавидят. И тогда Сократ должен будет объяснить Аристарху, как заставить их себя любить. Если бы они вздумали заниматься каким-нибудь позорным промысом, тогда лучше было бы предпочесть смерть. Но, как видно, их знания вполне честные. Вполне подходящие. Вполне подходящие для женщины по общему убеждению. Заметьте следующее. Не всякое целевое знание является хорошим знанием. В смысле, если бы они знали, как убивать и как грабить, это было бы здорово, они бы богатели. Но это не вело бы к счастью, хотя физическое упражнение обязательно в грабеже и разбое есть. Более того, Сократ замечает, что речь идет о целевом знании, которое является хорошим не само по себе, а по общему мнению. Мы снова видим деление. Есть целевое знание, которое ведет к счастью для мужчины и для женщины. По общему мнению и в действительности. Есть такое целевое знание, которое ведет к счастью для мужчины, но не по общему мнению, а в действительности. И есть такое, которое ведет по общему мнению. Естественно, то, которое по общему мнению, это богатство. То, которое в действительности, как минимум, подразумевает бедность. Бедность Сократа. А все люди очень легко, скоро, хорошо и охотно исполняют работы, которые знают. Так не думай долго и предложи им заниматься работой, которая будет на пользу и тебе, и им. Да, заметьте, это объединение пользы. Они, наверное, тебя послушают. Сократ не уверен. Ну, вы понимаете, почему Сократ не уверен? Потому что у него есть жена, и он прекрасно понимает, что невозможно ее ни в чем убедить. И с ней никак свладить нельзя. Ну, с богами, отвечал Аристар. Твой совет мне кажется очень хорошим, Сократ. Прежде я не позволял себе занимать, зная, что и стратив занятые деньги, я не буду иметь возможности их отдать. А теперь вернитесь назад на два. Домашних вещей никто не покупает. Домашних вещей никто не покупает, занять денег негде. Скорее, мне кажется, на дороге. Все же, чем получишь займы. Теперь он говорит, что занять денег проблемы нет. Он просто не хотел, зная, что не сможет отдать. То есть, зная, что залезет в долги. Он не любит их. Он не готов залезать в долги ради этих женщин. Почему? Потому что это невыгодно. А вот теперь, как только это стало выгодно, он сразу же начал любить их. В смысле, стал готов залезать ради них в долги. Теперь, думаю, решусь это сделать, чтобы иметь основной капитал для предприятия. После этого добыли основной капитал, купили шерсти, во время работы обедали, после работы ужинали, из врачных стали веселыми, прежние косые взгляды сменились радостными. Они любили Аристарха. Заметьте, это один из тех редких случаев, когда ксенофон говорит, чем закончилось увещевание Сократа. Они любили Аристарха покровителя, Аристарх ценил их как полезных членов семьи. Наконец-то он пришел однажды к Сократу и с радостью рассказал ему об этом, прибавив, что они упрекают его, что он в доме единственный дермоед. Да. Они все-всем довольны, кроме одного. Они ему полезны, а он им нет. Поэтому он их любит, а они его нет. И это беда. Беда, происходящая на этот раз не от нежелания делать что-то, то есть от статуса свободного, а от незнания. Помните, ксенофонд говорит, если они чего-то не знали, он давал им совет, а если они чего-то не делали, он учил их, как помогать друг другу. И эта история про оба эти действия Сократа, про оба эти функции Сократа. Что ж, задача Сократа научить дермоеда, как объяснять тем людям, которые на него работают, что так оно и должно быть. Как объяснять людям, которых он лишил, свойства свободных, что так оно и должно быть. В смысле, не просто так и есть, а в смысле, чтобы они еще его любили. Дружба между неравными, которых он сделал неравными, возможно при одном условии. Давайте посмотрим. Тогда Сократ сказал, а ты бы им рассказал басню про Собаву. Естественно. И тогда Сократ говорит. Миф. Коллектив, заставляя членов коллектива делать что-то, прибегает к традиции, к ценностям. Эти ценности нерациональны. Хотя они абсолютно имеют понятную цель, они не сформированы разумным путем. Нет законодателя, который создал коллектив. Есть традиция, которая наслаиваниями, бесконечными попытками, бесконечными провалами создала нечто работающее. Коллектив никогда, следовательно, не объясняет индивиду, что то, что он должен, по мнению коллектива, делать, является рациональным. И это объяснение никогда не рациональное. Почему вы должны умереть в окопе, воюя в стране, которую вы никогда не видели, против людей, которых вы не знаете и которые вам не собираются сделать ничего плохого. Никогда не собирались. Ответ простой. Потому что вы любите свою родину, потому что вы патриот. Ничего более нерационального или иррационального, чем любовь к родине, в качестве объяснения самопожертвования придумать нельзя. Но коллектив не может придумать рационального обоснования, потому что рациональное обоснование звучало бы так. Потому что коллектив собирается выжить или выиграть что-то в этой войне, а вы собираетесь в ней умереть. Поэтому, когда Аристарх должен будет объяснить своим женщинам, почему так случилось, что работают они, а радуется он, рационального объяснения не будет. Будет иррациональное объяснение. Вифическое объяснение. Паша. Когда животные еще обладали способностью речи, говорят овца, сказал у хозяина. Как странно ты поступаешь. Мы доставляем тебе шерсть, ягня, сыр, и ты нам ничего не даешь, кроме того, что мы возьмем из земли. Собака ничего подобного не доставляет, и ты ей даешь ту же пищу, которую сам укрепляешь. Пускав, а эта собака сказала. Так и должно быть клянуть Зевсом. Заметьте, как собака клянется Зевсом. Я напоминаю вам, что в апологии Сократ клянется собакой. Я и вас охраняю, чтобы и люди вас не воровали, и волки не уносили. Если я не буду в вас теречь, вам нельзя будет даже пастись. Будете бояться действия. Тогда, говорят и овцы, признали право собаки. Заметьте, все постоянное повторение этого говорят, говорят, говорят. Так вот, и ты им говоришь, что вместо собаки ты, сторож и попечитель, и что благодаря тебе ни от кого не терпит обид, живут, работая без опасения и с удовольствием. И с удовольствием, да. Заметьте, что в этот раз ничего не говорится по поводу того, подействовало ли это убеждение на несчастных работающих женщин, которые перестали быть свободными и гнуть спины, как рабы. Ничего подобного. Этот миф нам нужен, и ксенофонд нужен для других целей. Сколько действующих лиц в этом мифе? Собака, овцы и пастух. Три. Сколько действующих лиц, и как они распределяются в случае Аристарха и его женщин? Два. Аристарх и женщины. Кто из них кто? Овцы это женщины. Собака это Аристарх, а пастух это Сократ. Конечно же. Зачем Сократ помогает Аристарху? Потому что хороший друг всегда возвращает пользу, которая ему была принесена. При этом Сократ ничего не делает. Он болтает языком о том, как заработать денег. Аристарх делает и рад. И поможет Сократу, когда придет время деньгами. Или нет, если вдруг женщины взбунтуются и разорят его. Хорошо. Есть ли какие-нибудь вопросы о дружбе между неравными, которые мы только что обсудили? Смотрите, здесь два уровня дружбы между неравными. Сократ объясняет Аристарху о дружбе с женщинами. Но на самом деле это беседа о дружбе Аристарха и Сократа. Если у вас нет замечаний, тогда будем говорить. Нет тут и притчи, и аллюзия на государство, что мы из страха смерти. Не совсем так. Мы добровольно подчиняемся политику, как стадо. Помните, стадо – это классический античный пример политики. Стадо и пастух. Мы добровольно подчиняемся политику, потому что он обещает, что нам будет лучше. Вы помните пример из общения с Критием. Что это ты за пастух такой, если овцы у тебя редеют и становятся хуже? Я еще тогда задавал вам вопрос. С какой целью существуют эти овцы? Да, ответ понятен. Чтобы пастух вкуснее ел и одевался лучше. Иными словами, стадо существует, чтобы умирать ради пастуха. Но думает оно, что пастух существует, чтобы стадо становилось больше, толще и лучше. В этой ситуации у нас появляется третье промежуточное звено – собака. Собака, которая, с одной стороны, нуждается в оправданиях перед овцами, а с другой стороны, является привязанной к пастуху. Овцы не любят пастуха. Собака любит пастуха. А овцы только не любят собаку. В новом мифе вы можете сказать, что собака и есть политик. Овца есть народ, а пастух есть философ. Имеется в виду, что философ – это учитель, философ – это наставник, который ничего не делает. Пастух, который не охраняет стадо, пастух, которым не интересует стадо, его интересует собака. В смысле привязанность и послушность этой самой собаки. Быть может, это стратегия, которую мы обсуждаем все это время. Я говорю «быть может», потому что уверенности нет. Это слишком свободная метафора. Она уж чересчур свободна, даже для нас. Но в таком случае роль философа становится понятной. Это советник притирания. Частный советник, который ничего не делает, который только говорит, а что там делает собака – это уже дело собаки, и что происходит со стадом – это тоже дело собаки. Мне кажется, что это настолько по воде, насколько это вообще возможно. Тем более в книге, посвященной дружбе. Людям, желающим добра. Давайте следующий вопрос. А там же Сократ увидал другого старинного приятеля, с которым давно не видался. Откуда ты, Ефпер? – спросил на его. Да, то есть это вообще человек, с которым Сократ не общается постоянно. Это какое-то вообще случайное лицо. В конец войны Сократ, я возвратился из-за границы, – отвечал Ефпер. А теперь живу здесь. Заграничную садьбу нас отняли, а в Ватике отец мне ничего не оставил. Поэтому принужден теперь жить на родине и добывать электродом чернорабочего. Да, Ефпер – это еще одна ситуация свободного, которая превращается в раба, которой занимается любой работой, за которую готовы платить. По-моему, это лучше, чем просить у людей. Тем более, что мне нечего дать долг под залог взайма. Да, у него тоже проблемы, только еще хуже. Если Аристалл мог взять взаймы, но не хотел, то у этого даже нечего дать в залог. Поэтому он даже не может взять взаймы. Как ты думаешь, спросил Сократ, насколько времени хватит у тебя сил для работы за плату? И тут встает решающий вопрос. Российский, я бы сказал, вопрос. Вопрос о пенсии. Долго ли ты, свободный человек, сможешь работать руками? В смысле, если ты работаешь руками за минимальную плату, чтобы выжить здесь и сейчас, какие у тебя планы на будущее? Когда ты уже не сможешь этого делать и придется просто умирать или побираться. А плену с девцем, отвечал он, ненадолго. И Ефер отвечает, пенсия близко. А между тем, продолжал Сократ, когда ты старишься, ясное дело, расходы нужны будут. Оплату никто не захочет тебе давать за труд чернорабочего. Правда твоя, согласился Ефер. В таком случае, сказал Сократ, лучше теперь же заняться таким делом, которое и на старости лет обеспечит тебя. Обратиться к какому-нибудь состоятельному человеку, которому нужен помощник по управлению хозяйством. Смотри за полевыми работами, помогать в уборке хлеба и охране имущества. Смотрите, какой Сократ дает отличный совет. Работает ли чернорабочим Сократ? Нет. Собирается ли он пойти на службу к богатому крестьянину, чтобы работать там приказчиком? То есть работать рабом, да? Снова нет. Собирается ли Сократ со старицем в бедности? Раз он не собирается работать и не собирается думать о том моменте, когда даже за труд чернорабочего не сможет ничего получать. Значит, он верит, что старость у него будет встреча. Ну, такой старость он не планировал бы, да? А, не планировал. Так получилось, да? То есть философ ни в чем не виноват. Нет, я напоминаю вам о женщине в белом, которая говорит, когда надо умереть. Добродетель подсказывает вам, когда нужно умереть. Поэтому философ знает, когда нужно умереть. Хорошо. Сократ знает, как работает экономика, и он советует своему товарищу работать экономистом. Хотя сам Сократ не собирается работать экономистом. Смотреть за параллельными работами, помогать в уборке хлеба и охране имущества, таким образом принося ему пользу и получать ее самому. Да. Тяжело будет мне Сократ, отвечал он, нести такую рабскую службу. Приказчик или экономист – это раб. И Ефер не готов сделаться рабом. Одна коалиция, стоящая во главе государства. Значит, смотрите, если раньше мы сталкивались с ситуацией убеждения женщин в том, чтобы стать рабыними, то теперь Сократ убеждает мужчину свободного стать рабом. Посмотрим, как он развратит старого товарища. Однако лица, стоящих во главе государства и заведующих народным достоянием, не думают, что они унижаются в это положение раба, а напротив думают, что они становятся выше других свободных граждан. Тех, кто служит государством, превозносят, хотя по идее они занимают, они экономисты, то есть они занимают уровень приказчика, а не рабы. Сократ пытается доказать нам, что нет разницы между службой отдельному человеку и службой коллективу. Вы понимаете, почему коллектив превозносит тех, кто приносит пользу коллективу. Но отдельный человек не превозносит тех, кто приносит ему пользу, а наоборот, только усиливает на них свое давление. В этом большая разница. Вообще, Сократ отвечал, мне не очень хочется выслушивать упреки от кого-нибудь. И следующий шаг. Ефер говорит, дело не в труде, дело не в подчиненности, дело в господстве. Я готов работать, но я не готов к тому, чтобы меня попрекали. Свободный человек не должен выслушивать упреки от других. Однако Ефер возразил, Сократ, не очень далеко найти работу, за которую не услышишь упреку. Трудно сделать что-нибудь так, чтобы ни в чем не ошибиться. И Сократ отвечает, причина упреков заключается не в рабскости труда. Причина упреков заключается в плохом труде. Если ты трудишься хорошо, упрекать тебя никто не будет. И нам кажется, что единственное, что осталось у Ефера, в смысле единственный способ сопротивляться, он снимается. Но ведь Сократ не снимает его, Сократ, наоборот, усиливает его. Очень сложно делать так, чтобы делать свою работу хорошо. Мы сразу останавливаемся и спотыкаемся. Может быть, поэтому Сократ ничего не делает? Он тоже не хочет услышать упреков в труде. Но он ничего не может делать хорошо, потому что никто не может ничего делать хорошо постоянно. Да если что, и без ошибки сделаешь. Трудно не попасть в руки несправедливому критику. Я влюсь я, как тебе удается так легко избегать упреков и от тех, на кого ты теперь работаешь. Поэтому надо стараться быть подальше от придирчивых людей и искать судей справедливых. Надо браться за дело, которое тебе по силам. А которое не по силам, того надо избегать. И вообще всякое дело исполнять с возможной большей тщательностью и охотой. В таком случае, я думаю, меньше всего подвернешься упрекам. Скорее всего, найдешь помощь нужде и проживешь всего легче, безопаснее, не потерпя никакого недостатка старости. Да, мы уже видели эту формулу в 2.639 легче, безопаснее и без проблем. Чем заканчивается это рассуждение? Ничем не заканчивается. Сократ говорит, невозможно делать хорошую работу все время, невозможно избегать упреков. Поэтому надо искать людей справедливых, то есть, которые будут упрекать тебя только за дело, а не всегда. И вообще делать только то, что тебе по силам, то есть, не работать в старости. И если что-то делать, то делать это максимально хорошо. В смысле, с тщательностью и охотой. С, возможно, большей тщательностью и охотой. В смысле, не делать ничего, что тебе не хочется. Смотрите, куда клонит Сократ. В чем причина необходимости работать? Естественно, она заключается в необходимости питаться. В смысле жить, в широком смысле этого слова. Жизнь является причиной необходимости работать. Но мы понимаем, что человек не может работать все время. Человек не может работать всегда. Есть болезни, есть старость. Если труд – это труд, который приносит вам только неудовольствие. Если труд – это нечто плохое само по себе, какое время в вашей жизни является, следовательно, наилучшим? Старость и болезни. Потому что тогда вы не трудитесь. Чем это плохо? Болезни плохи тем, что вообще-то вам реально плохо, когда вы болеете. Старость плоха тем, что вам тоже плохо, когда вы болеете. В смысле, когда вы старый. Поэтому получается парадокс. Тогда, когда вам не плохо по определению, то есть, когда вы не старый и не болеете, вы работаете. А когда вам становится плохо по определению, вы теряете и работу. К чему клонит Сократ, когда говорит, не надо делать то, что будет тебя расстраивать? Сократ намекает на очень простую вещь. Лучшая ситуация – это ситуация, при которой вы не работаете, тогда, когда не болеете и не являетесь стариком. То есть лучшие годы вашей жизни – это не те годы, которые вы должны убивать на работу. Потому что впереди вас ждут худшие годы вашей жизни, которые на работу уже нельзя будет убить, и которые убьют вас. В конце концов. Какой же совет мы ждем от Сократа? Я напоминаю, что эта история, естественно, не заканчивается ничем, потому что ничего не случилось. Это рассуждение никуда не привело. Ефер спустится до рабского труда. В любом случае спустится. Он уже там, уже близко. Какой выход? Не работать, молодым потом... Хорошо, хорошо. Когда придет время? Да, да. Значит, вы делаете абсолютно правильный вывод. Сократ советует не работать, не опускаться до труда, не заниматься трудом. И мы смотрим на Сократа. Он не опускается до труда и не занимается трудом. Тогда мы задаем следующий вопрос. Почему у него это получается? Болтает. Ну да, это логично. У него все-таки... Ну, я не думаю, что он советует вообще же ничего не делать. Он же советует, что нужно найти что-то, что тебя прокормит. У Сократа это что-то есть. Он болтает, он приносит пользу. Не-не-не, смотрите, речь идет о труде. Болтовня не труд. Это мы четко выяснили еще в предыдущей главе. Ну, у него есть богатство, которое... Так же поскольку, он же только болтает. Но он же пользу приносит. Он получает деньги. Что приносит пользу? Он же ему пользу приносит. Кто? Что? Которые... Которые... Это эротизм его приносит пользу, да? Во-первых, мы вернемся к вопросу. Значит, чем же занят Сократ? Сократ действительно занят только одной сплошной болтовней. И друзья это действительно богатство. В смысле, друзья это деньги. Поэтому хорошие друзья это те, кто дают Сократу взаймы и не ожидают, что он что-то отдаст. Это логично. Но перед этим Сократ выбирает бедность. Сократ не богат. Даже когда у него богатые друзья. Сократ не ест много, даже когда у него богатые друзья. Сократ не пьет вина и так далее и тому подобное. Что нужно для того, чтобы жить в бедности в первую очередь? Что мешает жить в бедности? Невоздержанность. Воздержанность является первым основанием для благой жизни. Жизни без труда. Если вы открываете экономику, она начинается с фразы о том, что есть некие хозяева, которые заставляют людей все время работать. А под старость загоняют их в могилу. И это, естественно, пороки. Сократ воздержан. И эта воздержанность, естественная воздержанность. Я напоминаю вам, да? Потому что воздержанность невозможно воспитать. Является первым основанием для его философского образа жизни. А затем уже идет, естественно, все остальное. Друзья, это деньги и так далее. Но опять же, все это в бедности. Мы также понимаем или, вернее, находим еще одну причину, по которой Сократ не берет денег у своих учеников. Деньги за обучение означают труд. Наемный труд. Сократ не занимается наемным трудом. Да, конечно. Ифин говорит, что он не хочет подчиняться, но... Не-не-не-не, он готов подчиняться, он не хочет выслушивать упреки. Смотрите, он говорит, я не хочу подчиняться. И Сократ ему говорит, а в политике же подчиняются и ничего. Да, но почему он выбрал труд, чем на рабочем? А у него выбора нет. Он же ему говорит, смотрите, займись чем-то другим, а он не хочет этим заниматься, но хочет заниматься трудом, чем на рабочем. Нет-нет-нет-нет-нет-нет. Он занимается трудом, чем на рабочем, потому что он нищий. У него нет ничего. Война отняла у него все, а отец не дал ему наследство. Сократ ему говорит, скоро старость. И когда наступит старость, ты даже не сможешь зарабатывать этим. Знаешь, какой выход? Рабский труд. Стань приказчиком у помещика. Это именно рабская позиция. Свободные люди не занимаются этим. Тогда Ефер говорит, ну я же свободный. Как это я буду подчиняться кому-то? Сократ говорит, посмотри на политиков. Они подчиняются, и мы не только не считаем их рабами, но еще и восхваляем. Смешивая подчинение коллективу с подчинением индивидууму. Ефер говорит, хорошо, я готов. Но есть большая проблема. Мне не нравится. Никогда мной управляют. Мне не нравится, когда меня попрекают. И эта проблема неразрешимая. Потому что Сократ говорит, нет такого труда, который мог бы быть все время безупречным. Вот и все. Хорошо. Давайте тогда к следующей главе перейдем. Неизвестен еще и такой случай. Да, заметьте, это неизвестен. Однажды Сократ услышал, как Критон жаловался на то, что тяжело жить в Афинах, а тому, кто хочет заниматься своими делами. Теперь говорил он медом. Да, значит, об аполитичности Критона вы вспоминаете из 1.2.48. Это один из тех людей, которые упомянуты при перечислении тех, кто жаждет добра или блага. Теперь говорил он, меня таскает по судам разные лица. Да, значит, мы знаем ситуацию, Критон это богатый, зажиточный крестьянин. То есть у Критона вообще все отлично. Кроме одного, его все время таскают по судам зикофанды. Не завинул с моей стороны, я только в расчете, что я скорее готов откупиться с деньгами, чтобы только не возиться с судом. Сократ спросил его, скажи мне, Критон, собак ты держишь, чтобы они отгоняли волков от овец? Конечно, отвечал Критон, мне выгоднее держать их, чем не держать. Заметьте, что в данном случае ситуация меняется. Кто овца, а кто собака? Если вы читали эту главу. Итак, Критон... Овца и Критон, а собака это контр-сикофанд, которого они будут нанимать. И снова, кто же пастух? Хорошо. Конечно, отвечал Критон, мне выгодно держать, чем не держать. Итак, собака не существует ради овцы, собака существует ради пастуха. Так ты бы держал и человека, который хотел бы и мог бы отогонять от тебя те, кто вздумает напасть на тебя. С удовольствием держал бы, отвечал он, если бы не боялся, что он накинется на меня самого. Да. Иметь контр-сикофанда это отлично. Но вот проблема. Он может быть предателем. И мы задаемся вопросом. Если речь идет о собаках, как собаку делают преданной? Помните, в государстве ведь тоже эта метафора есть. Стражи, как собаки. Собаки ласкаются к своим и огрызаются в сторону чужих. Как делают собаку преданной? Кормят собаку едой. Подкупаешь собаку едой. Можете ли вы подкупить чужую собаку едой? Собака, которая ненавидит других и любит своих. То есть можно ли стать своим для собаки? Нет, смотрите, понятно, если вы ее воспитали с момента ее щенячества. А для взрослой собаки можете ли вы стать своим? Досировка. Хороший ответ. Хорошо, давайте посмотрим, что говорит. Ну разве ты не видишь, продолжал Сократ, что имея дело с таким человеком, как ты, гораздо приятнее получать пользу. Угождая тебе, чем ставший с тобой в воритебные отношения. Будьте верю, у нас здесь есть люди, которые зашли бы за большую честь для себя быть в дружбе с тобой. Да, значит, две вещи. Первое. Смотрите, что это за дружба. Это дружба в гигантских кавычках. Второе. Способ обеспечить верность – это начать приносить пользу. Критон должен быть полезен сикофанту, чтобы сикофанд встал на его сторону. И, что самое важное, у этого должна быть оборотная сторона. Критон должен быть вреден сикофанту, если сикофанд не станет на его сторону или предаст его. О какой добродетели идет речь? О справедливости. Критон говорит, что собаку воспитывают справедливостью. Сократ воспитывает Критона справедливостью или учит Критона справедливости. После этого они разыскали Архидема. Они, там стоит двойственное число, они, это Сократ и Критон. Заметьте, впервые Сократ что-то делает. Они вместе разыскали Архидема. Очень логкого оратора и дельца, но бедного. Это был человек не такого сорта, который умеет извлекать выгоду из всего. Да, они нашли неполноценную собаку. Эта собака действительно кусается, но она не умеет откусывать. Архидем может быть контрсикофандом, но он не умеет извлекать пользу из всего сам. Потому что если бы он умел, он уже бы подал в суд на Критона и Критон бы уже откупился от него. То есть они нашли неполноценную, дефективную собаку для Критона. Он любил действовать честно и говорил, что легче всего наживаться насчет сикофангов. И естественно, дефективность этой собаки заключается в ее честности. При сборе хлеба, масла, вина, шерсти или других каких-то полезных средств продуктов Критон отделял части и давал Архидему. Приглашая его при жертвоприношениях и вообще при всех подобных случаях высказываемое внимание. Ну и дальше понятно, если вы хотите, чтобы человек оказался на вашей стороне, вы просто начинаете оказывать ему услуги. И так как это честный человек, он начинает отвечать вам тем же. Архидем смотрел на дом Критона как на свое пристанище и очень уважал его. У одного из сикофантов, нападавших на Критона, он сразу открыл множество преступлений и разыскал их и много врагов. Против него он возбудил процесс на родном суде, в котором о самом сикофанте решался вопрос, какому личному наказанию или штрафу надлежит его подвергнуть. Сикофан, знавший за собой много скверных дел, употреблял все усилия, чтобы отделаться от Архидема. Архидем не отставал от него, пока тот не оставил в покое Критона и не дал денег самому Архидему. Когда он успешно справился с этим? Ну, не дал денег самому Архидему плохо, потому что в оригинале, естественно, от усмысленности, пока он не оставил в покое Критона и не дал ему денег. Архидем не может наживаться на сикофантах, потому что они либо бедные, либо он честный. Поэтому Архидем должен зависеть от Критона, поэтому Архидем отсуживает деньги у сикофанта в пользу Критона, не в свою собственную. Когда он успешно справился с этим делом и другими подобными, тогда многие друзья Критона стали просить его дать и им Архидему для охраны. Вроде того, как вблизи пастуха, имеющего хорошую работу, собаку и другим пастухам хочется ставить свои стадо, чтобы пользоваться его собакой. Архидем с удовольствием услуживал Критону, и не только самому Критону жилось спокойно, но и друзьям его. Если кто из новых врагов Архидема укорял его, что листит Критону из-за выгод, получаемых от него, то Архидем отвечал. В чем позор в том, что человек пользуется богодеяниями честных людей, платя им тем же, подружится с ними и поссорится с негодяями, или же в том, что он, стараясь вредить хорошим людям, ставит в обрадебное отношение с ними, и, помогая негодяям, старается подружиться с ними, и не предпочитает его общество, общество хороших людей. Да, смотрите, как Архидем мешает друзей, хороших друзей с хорошими людьми. Вы помните разницу? Или вы должны вспомнить разницу? Хороший человек может быть вашим врагом, точно так же, как вашим другом может быть плохой человек. Или даже по-другому, если мы прибежим к Сократу и спросим его об этом, он скажет нам, что с плохим человеком невозможно дружить, но с хорошим человеком точно можно воевать. С тех пор Архидем был другом Критона и пользовался уважением всех его друзей. Да. Заметьте, как бы был другом Критона, другом в больших кавычках, и пользовался уважением всех его друзей. Является ли Сократ другом Критона? И пользуется ли Архидем уважением Сократа? Прочтите название, чтобы я мог что-то сказать. Разговор с Диодором о приобретении друзей Гермоген. Гермоген – это брат Калия. Сократ помогает Гермогену через своего друга, это 2-7. Гермогену стоит помочь, но это не разговор с Гермогеном. Неизвестна еще такая беседа Сократа с его приятелем Диодором. Опять-таки, далекий-далекий знакомый. Скажи мне, Диодор, начал Сократ, если у тебя ближе слуга, ты принимаешь меры к возвращению его? Да, к Ленозерсам, отвечал Диодор, обращаясь даже к помощи других и объявляя награду за его возвращение. Ну, под слугой в данном случае, конечно, понимается. А если слуга твой беден, продолжал Сократ? Болен. А, болен, то есть, ты бы заботишься о нем и приглашаешь врачей, чтобы он не умер? Очень даже, отвечал он. Да, помните, да, это уже было, когда Сократ говорил о друзьях, в отличие от рыбов. Если кто из знакомых твоих гораздо более полезны, чем слуги, находятся в опасности умереть от недостатка средств, как, по-твоему, не следовали тебе позаботься о спасении его? И этот разговор у нас уже был. Разговор с Антисфеном, о бедном друге. Ты знаешь, конечно, что Гермоген – человек, не отличающийся неблагородностью, и что ему совестно было бы получать к тебе одолжение и не платить тебе тем же. А между тем, иметь помощника добровольного, благожелательного, привязанного, который не только способен исполнять приказания, но и может по собственной инициативе быть полезным. Предусматривать, принимать заранее нужные меры. Это, я думаю, стоит многие слуги. Заметьте, и мы впервые видим, как Сократ выступает в качестве свахи. Он для своего друга Гермогена находит спонсора. Когда дорогую вещь можно купить дешево, тогда надо покупать, говорят хорошие хозяевы. И помните разговор с Антисфеном? Дешевый друг – дорогой друг. А при теперешних обстоятельствах можно приобрести хорошие друзья и очень дешево. Потому что они бедные. Хорошие люди стали бедными, идет война. Поэтому плохие люди могут приобретать их очень задешево. Правда, Фея, Сократ, отвечал Диодору. Скажи Гермогену, чтобы он пришел ко мне. Итак, Сократ расхваливает мальчика. И не просто расхваливает. Он говорит, на товар идет большая скидка. У нас распродажа друзей. И Диодор говорит, конечно. Два вопроса. Первое – сказал бы Диодор, если бы скидки не было. Второе – Сократ говорит правду, как он обещал в случае с Критобулом. Или Сократ приукрашивает. И давайте продолжим дальше. Нет, Пиос Зевсом возрастил Сократ. И это Сократ клянется Зевсом. Для нас с вами довольно большая лекция. Для тебя более прилично самому пойти к нему, чем звать его. И он не больше заинтересован в осуществлении этого дела, чем ты. И заметьте, и эта история находит свой конец. Сократ заставляет Диодора пойти к Гермогену. Не Гермогена к Диодору. А наоборот. С чем это связано? Кто кому нужен? Очевидно, что Гермогену нужен Диодор, потому что Гермогену бедному нужны деньги. Но Сократ говорит, нет, Гермогену лучше, чем ты. Поэтому ты должен пойти к нему. Хотя он тебе особо не нужен. Таким образом, Диодор сходил к Гермогену и с небольшой затраты приобрел другу, который считал своим долгом всегда иметь в виду, чтобы и словами, и делом приносить пользу и достворять радость Диодору. Значит, первое слово мы делаем, второе – к пользе. И мы понимаем таким образом, что Гермоген особенный. К пользе добавляется радость. Польза, следовательно, не всегда ведет к радости. Ну, например, в вашем примере с апельсинами. Это полезно не есть апельсины, если у вас аллергия. Но это безрадостно. Да. И Гермоген оказывается таким другом, который умеет одновременно и то, и другое. И словом, и делом. На этом мы заканчиваем обсуждение дружбы. И заканчиваем в широком смысле обсуждение людей, которые хотят добра или блага. И переходим к следующей книге, в которой, наконец-то, поднимается вопрос о политиках. То есть, поднимается вопрос о людях, жаждущих прекрасного. Но сначала я хотел бы остановиться и спросить по второй книге, есть ли какие-то вопросы по цельности. Что мы видим в ней? Мы видим в ней, как Сократ разрушает, как Сократ совращает. Сначала он разрушает представление об отцовстве и материнстве. Затем о братстве. Затем о дружбе. И дружбе уделено гораздо больше, чем отцовству, материнству и братству. Братские узы не такие крепкие. В смысле, почему-то они не требуют столько внимания, сколько требуют внимания узы дружбы. И дружба разрушается сразу с нескольких сторон, по нескольким заходам. Причем Сократ начинает от общепринятых представлений о том, что нет ничего ценнее друга, которые, естественно, не соблюдаются. А заканчивает полной их противоположностью. То есть, превращением свободных людей в рабов. Он утверждает, что то, что говорит большинство, верно, поэтому проблема. А заканчивает тем, что говорит, что то, что утверждает большинство, полностью неверно. Финал или близкий к финалу главы – это дружба между неравными. И это, естественно, труд за плату. Мы, естественно, должны думать о главе труда за плату в контексте дружбы. Как она оказалась здесь? На них еще построена. Не-не-не-не-не-не-не-не-не-не. Как эта глава оказалась в этой книге? Если это глава про наемный труд, а глава про дружбу. Единственный способ соединить их, который я вижу, довольно очевидный, на мой взгляд, заключается в следующем. Друг – это деньги. Труд ради друга – это труд за плату. Поэтому точно так же, как Сократ относится к труду за плату, он относится к труду для приобретения друзей, к оказанию первых услуг. Хорошо. Вот такое вот короткое овервью. Вы что-нибудь хотите сказать по поводу вторых услуги? Вы совсем согласны. То есть так с друзьями и надо поступать. И труд есть плохое дело, и не надо работать до старости. Ну, ты много раз, когда мы можем предположить, что он действительно так думает, или то, что он советует тем, кому... Ну, как бы это посторонние, так скажем, люди. То есть тем своим истинным ученикам он советует совсем другое, что дружба не в этом. Мне кажется, что мы как раз и пытаемся каждый раз выяснить, что он на самом деле говорит. Да, то есть так-то он... Если вы прочтете эту книгу, не обращая внимания на мои дурацкие комментарии, то вы услышите именно это. Надо быть полезным друзьям, во всем им помогать. Нет ничего дороже друзей. Труд – это хорошо. Не надо бояться черного труда. Не надо бояться подчиняться другим и так далее, и так далее, и так далее. А мы с вами примерно, как мне кажется, слышим то, что Сократ говорит ученикам. Или, по крайней мере, что говорит нам ксенофонт во втором слой. Не обязательно он... Их обязательно два. То есть их может быть больше. Но нам хватает пока одного-второго. А аскетик может быть другим? Аскет, да. Давайте по-другому. Может ли философ быть другом? Философ, да. Философ полезен. Другом полезность? Полезен мыслью. Подлинным другом. Давайте. Не другом, как Аристарх и Критон, а подлинным другом. А в чем это подлинная дружба? Давайте определим это. Давайте попытаемся. Итак, вы прослушали мои тирады в главе про дружбу. В чем же дружба? Это справедливость. Это справедливость, а? Выгодным другом. У нас в чем проблема с выгодой? Получается, что ваш друг должен быть выгоден вам, а вы ему. Проблема-то в чем? Как бы в собственности. Если друг – это собственность, то вы должны быть собственностью своего друга, а он должен быть вашим. Это возможно? Возможно ли так, что покупая арбуз, вы становитесь собственностью арбуза? Как он становится вашим? Нет. Такое представление о дружбе, естественно, не работает. Возможно ли дружба вообще? Давайте мы с этого начали сегодняшнюю встречу. Возможно ли дружба вообще? Опять же, можно определить понятие дружбы. Даже если дружба – это действие друг другу на пользу, рациональное и абсолютно равное, причем с добрыми намерениями, да, потому что польза. Возможно ли дружба вообще? Это тот же вопрос. Можете ли вы быть собственностью вашего друга, а он вашей собственностью? Причем не собственность в дружбе, причем это… Если друг – это деньги… Но мы же вообще говорим с вами, или все-таки о церкви… Но мы все еще говорим о ксенофонте. То есть мы не говорим о… И вы потеряли интерес тоже, да? Нет там просто никакой выказанной… Да. Вывод-то такой, что там нет на самом деле никакой и не может быть никакой дружбы между людьми. Есть коллектив, который принуждает вас к этому, который пытается заставить вас поверить в это. Потому что ему это крайне выгодно. Дополнительные связи между членами коллектива – это дополнительный повод умереть, когда надо будет умереть за коллектив. То есть здесь просто интересы, чувства и то, что объединяет просто людей… Так нет ничего, чтобы объединяло людей. Даже родственные связи… Я просто хочу сказать, что есть просто категории, которые объединяют. И с исчезновением этих категорий теряется объединение. То есть дружба – это что-то абстрактное. То, что является продуктом сознания человека. Дружба – это ценность, да. Да, выражаясь современными людьми, да. Когда вы говорили про критику Митчелера в сторону Сократа, вы имели в виду этот момент, что он все-таки понял, что этой дружбы истинной не существует и стал говорить людям о том, что ну вот ради коллектива надо… Не-не-не-не-не-не, мы остановились на той цитате, которую я направил вас не в тот том. Да, и когда эту цитату мы прочтем, вы сразу поймете. Она звучит так. Сократ был пессимистом. Вы сказали, что он критиковал Сократ, потому что Сократ не знал эту истинную жизнь. Да, 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 да. То есть, я хочу просто разобраться в этой голове, что думает Сократ. То есть, он не думает, естественно, что это не думает, он это понимает. Но при этом он все равно продолжает в этом совет. Думайте в контексте. Контекст развращения молодежи. Сократ и обвинение против него. Обвинение в неверии в богов городу уже давно закончилось в первой книге. Остается развращение. Сократ развращает своих учеников. Каким образом? Естественно, он не ходит с ними, не говорит, псс, да, там немного этого самого не хочешь, развращения. Нет. Он пытается объяснить тем из его учеников, которые могут это понять, подлинную суть вещей. Он пытается отвечать на философские вопросы. Понятно, что этот ответ в случае его друзей в кавычках, типа Критона и прочих, звучит как «будь хорошим», не бей кого не следует, переводи старушек через дорогу. Но мы-то с вами слышим более серьезные темы. Потому что если бы их не было, это не было бы философией, Сократ бы об этом не говорил. А более серьезные темы звучат так. Те условно звучат так, или как мне кажется звучат так. Те ценности, которые насаждает вам коллектив, не являются естественными ценностями. И эти ценности никак не заинтересованы в вас. Эти ценности должны сделать вас полезными для коллектива. Эти ценности не видят ценности в вас. Как в индивиде. Как в индивиде. Коллектив как целое. Ну смотрите, вы бы хотели, чтобы вам в старости уступали место в метро. И вот оно, простое. Вот, видите. Ну да, да, да. Извините, надо же видеть вас, девушку, в первую очередь. Конечно. Конечно. Видите? Пожалуйста. И как бы не обязательно же вам. Потому что наступит ваша очередь когда-нибудь, так вы думаете. Поэтому все должны уступать место всем. И, быть может, однажды и вам. Это эволюционный процесс, он не происходит в одномоментном. Это насвоение, 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 насвоение. В прошлый раз мы обсуждали с вами очень коротко уважение к старшим. Оснований для уважения к старшим, рациональных оснований, первых оснований уже давно нет. А уважение к старшим все еще продолжает жить. У кого-то есть, вы рассказывали про основания, которые связаны с опытом. Да, да, да. Смотрите, его нет почему? Потому что знания, которые передавались устно тем, кто выжил, теперь передаются письменно. И никакого посредника не надо, никакого старшего не надо. Способность выжить, которая как бы должна была формулировать собой или основываться на личной смехалке, на остроумии, на скорости реакции, она уже больше ничего не значит. Слушайте, ну вы же не уравниваете информацию, знания, по крайней мере, или в какие-то практические умения, которым я буду учиться к человеку, а не к большому... В том-то и дело, что современная наука все больше отсылает вас в учебник, а не к человеку. Ну, это проблема. Более, это не проблема, это абсолютно нормально. Причем она отсылает, начиная с Платона. Как книги изобрели, так уже старики стали не нужны, чтобы рассказывать старые истории. Вы можете сказать, что вы можете довести какой-то навык до перфекционизма, когда практикуете этот навык под руководством того, кто практикует его давно. Но навыки и знания – это разные вещи. Хорошо. Еще вопросы есть у вас? У вас приходит понимание, что по сути ты его заделал до судей. Да, да, это пафос нашего курса, конечно. Виновен. Но он реально виновен. Виновен, да? Могут ли участники заговора появляться на плите, как друзья? Да, пожалуй. Но явно… Смотрите, представьте, что все участники заговора одновременно входят в здание, как друзья, обнявшись. Это ведь уже не участники заговора, это уже политическая партия. Нет, ну, получается, смотрите, мы всегда, когда смотрим диалоги, есть какая-то третья сторона. Может быть, там, какой-нибудь один член заговора постоянно будет при нем. Ммм, а могут ли быть ученики при нем? И ответ постоянно при нем. Выглядит ли Гегель как противник Канта? Выглядит ли Маркс как противник Гегеля? Нет. Маркс? Маркс. Помните, у нас диалектика не по-гегельянски, да? У нас диалектика не по Гегелю. Да. Нет, нет, нет. Конечно, он выглядит как противник. И Гегель выглядит как противник Канта. Выглядит ли Руссо как противник Гоббса? Конечно, выглядит. Выглядит ли Гоббс как противник Аристотеля? До 100%. Выглядит ли Аристотель как противник Платона? Да они непримиримые враги. Помните, есть замечательная история из Диагена Ларяцкого. Ученики Аристотеля окружают старого Платона и начинают забивать его камнями. Выглядят ли философы, как бесконечные враги друг друга, постоянно друг друга опровергающие? Да. Вот это ответ на ваш вопрос. Но все равно один друг другу предопределять своим трудом. Ведь если бы не был трудом... Сейчас мы про это не говорим. Сейчас мы говорим про appearance, про видимость. Выглядят ли они, как противники друг друга? Естественно. Не равняется... Да, конечно, но мы говорим именно о видимости. Ладно, тогда спокойно. То есть, появляются ли заговорщики на публике как друзья или скорее как непримиримые враги? Конечно, как непримиримые враги, потому что так меньше подозрений в заговоре. Еще какие-нибудь вопросы есть или мы переходим к следующей книге? Давайте перейдем к третьей книге и хотя бы начнем первую главу третьей книги. Если у вас больше нет замечаний или вопросов. Хорошо, давайте. Теперь я расскажу о том, что Сократ был полезен лицам, стремившихся к занятию государственных должностей. Да, значит, эта книга целиком и полностью к занятию государственных должностей, к политике, естественно, к прекрасному. Значит, эта книга очень странная. Она должна быть посвящена целиком людям, которые жаждут прекрасного. И мы видим прямое восхождение от людей, которые жаждут прекрасного, но ни черта не понимают, к людям, которые жаждут прекрасного и что-то понимают. Наконец, к людям, которые понимают все и не жаждут прекрасного. И этого человека Сократ мотивирует идти в политику. А потом вдруг эта тема обрывается и появляется Феодота. Конечно, вы можете сказать, Феодота же прекрасная. Об этом говорится в самом начале. И она настолько прекрасная, что все ходят на нее голую посмотреть. Потому что это великолепное зрелище. И все довольны от твоего. Но это больше не прекрасная в смысле политики. Если прошлая глава держала тему родственных и дружеских связей от начала до конца, то эта глава, восходя, рассыпается. Достигая своего пика, она вдруг уходит в какую-то непонятную сторону. И мы должны попробовать, ну вы должны попробовать, потому что мы уже не успеем понять, почему это происходит. Обнушал им, чтобы они относились аккуратно к предмету, свои стремления. Да, смотрите. В данном случае Ксенофон говорит нам, что Сократ будет всех отговаривать. Если в случае с дружбой он всех уговаривал относиться лучше к друзьям, ценить кого-то, как жить с друзьями и так далее, и так далее. То есть здесь он всех будет отговаривать. Всех, кроме одного. Однажды Сократ услышал, что в Афины приехал Дионисадор, объявлявший своей специальностью преподавание стартегии. Сократ обратился к одному из своих собеседников, который, как он замечал, желал получить должность стратега. В Афина с такими словами. Да. Значит, заметьте, Ксенофонд не ручается за правдивость этой истории. За всю книгу он ручается за правдивость всего одной истории. В предыдущей книге такого не было, а в первой книге он ручался постоянно. Стыдно право молодой человек тому, кто хочет быть стратегом в нашем государстве, пренебрегать изучением этого дела. Несколько важных замечаний. Слово Афины здесь повторено дважды. Который желал получить должность стратега в Афинах. Есть ли какая-то разница в получении должности стратега в Афинах от получения должности стратега точка? Есть. В Афинах стратег выбирается. Помните, был ли Ксенофонд стратегом? Был. В армии Кила-младшего. Никто его там не выбирал. Является ли наемный стратег стратегом 100%, но он наемник, а значит никто его не выбирает. Итак, в Афинах особая ситуация. В нашем государстве стратег это тот, кто обладает знанием. И государство могло бы подвергнуть его наказанию с гораздо большим правом, чем того, кто взялся бы делать статы, не научившись культуре. Зачем знание? Знание, чтобы доказывать компетенцию. Я стратег, потому что я знаю. И это очень важно. Кто взялся бы сделать статуи, не научившись скульптуре? Возникает вопрос. Может ли человек доказать, что он скульптор только с помощью знания? Мы собираемся в народное собрание. Выходит юноша и говорит, я хочу быть вашим стратегом. Я знаю стратегию. Этого достаточно? Нет, это же в военном деле, потому что он в военном деле должен что-то смысл сделать. Ну да, он говорит, я знаю. К вам выходит скульптор и говорит, я скульптор. Он должен еще практически в военном деле что-то как бы иметь. Ну, это знание. Это все еще знание. Как скульптор докажет, что он скульптор? Вот вы его спрашиваете, а он говорит, я... Кажет скульптор. Это ваше знаменитое парадокс устройства на работу без опыта работы. Нельзя доказать, что ты скульптор, пока ты не сделаешь скульптуру. Если она будет ужасной, все скажут, ты нас обманул. Нельзя доказать, что ты стратег до тех пор, пока ты не поведешь войско. Да. Нет, вы можете быть плохим скульптором. Сделать плохую скульптуру. Но с моей травы останетесь. Смотрите. Вы попадаете знанием, поэтому фактически вы будете скульптором. Тогда вы сможете сказать, что любой человек является плохим скульптором. Потому что любой... Если она знает каким-то знанием... Нет, смотрите. Помните, в детстве вас заставляли из пластилина лепить, а потом из глины в детском садике. Это же... Мы еще инженеры все выпакали. Вот, вот. Это же не сделал... Тот факт, что вы можете слепить из пластилина человечка или из глины человечка, не сделает вас скульптором. Да, но если вы плохо распределитесь с кольском, если вы плохо сделаете скульптуру, то как бы вы будете плохим скульптором, плохим военачальником, там, стратегом... То есть не будете им вообще, потому что иначе вам придется сказать, смотрите, что вы одновременно и плохой повар, и плохой столер, и плохой скульптор, и плохой отец... По которому вы этим занимаетесь, и вы плохи в этом деле, да, вы плохой там, раз, два, три, четыре, пять, сколько угодно наименоваться. Все, чем вы занимаетесь, и чем вы занимаетесь плохо, ну, это плохи, как kommen law, лично. А по которому вы этим занимаетесь, вы как бы являетесь человеком, который этим занимается. Нет, смatte, очевидно, что скульптор это тот, кто способен сделать скульптуру. А если то, что сделано, не скульптура, то перед вами не скульптур. Хорошо, а кто может сказать, что это скульптура или нет? Следующий вопрос, и это вопрос о знании. В отличие... То есть, вам все-таки нужно знание, чтобы оценить скульптуру? Конечно! Это достаточно так. Чтобы оценить скульптуру, да. Смотрите, мы говорим о политике. Когда в протогоре Сократ говорит, вот смотри, протогор. У нас в народном собрании, если мы обсуждаем вопросы кораблестроительства, мы не слушаем народ, мы слушаем профессионала. Если надо поговорить о сельском хозяйстве, мы не слушаем народ, мы слушаем, нет никаких выборов. Но когда речь заходит о политике, тогда сразу голосуют все, и никого мы не слушаем. Вот здесь тот же самый пример. Можно ли выбрать скульптура голосованием? Нет. Вы либо скульптор, либо нет. То есть, не получится так, что вы сделали плохую скульптуру, и народ вас назначает. Убедили всех, что это искусство с большой буквы и перформанс. И народ вас назначает скульптором. Нет. Вы либо скульптор, либо нет. Кто способен оценить? Те, кто обладают знанием. Народ не обладает знанием по определению. Но в случае политика и теперь стратега, в случае стратега в узком смысле и политика в широком, каждый считает, что он знает. В смысле, каждый считает, что это его касается. И вот в чем проблема. Это действительно его касается. Потому что, в отличие от знания, политиком является, и воином является каждый. Ну, в компании с кем-то разговариваешь. Я ждал, что вы сейчас начнете цитаты из Тетхэма выдавливать. Например, хирург, и он что-то рассказывает про хирургию, все слушают. Другой профессиональный французский. Он в скульптуре. А ты как бы политолог, начинаешь про политику, и все начинают тебе речь. Вот все все знают, когда политика. Да, да, да. То есть, видите, проблема, прошло 2500 лет, проблема никуда не делась. Проблема политического знания. Существует ли политическое знание? Ну, понятно, если политическое знание существует, демократия и конец. Потому что тогда мы выбираем знающего, как в случае со скульптором или губным врачом. Если знания политического не существует, тогда равенство и демократия. Итак, мы поняли особенности стратега и его отличия от скульптора. Так как во время войны государство веряет в свою судьбу стратегу, то, естественно, государство выпадает на долю великой счастья, если его операции удачны, или великое несчастье, если он делает крупные ошибки. Поэтому разве не справедливо бы подвергать наказанию того, кто изучением этого дела пренебрегает? А хав больше только о том, чтобы его выбрали. Такими доводами Сократ убедил его пойти учиться. Да, в этом разница между кандидатом и кандидатом в губернаторы и губернатором. Кандидат в губернаторы не обладает знанием. Его задача не научиться. Его задача убедить всех остальных, что из него выйдет хороший губернатор. То есть, видите, это совершенно разные цели. Здесь то же самое. Сократ говорит, все наши стратегии до этого не учились, не обладали никаким стратегическим знанием. Их цель была не быть стратегом. Их цель была выбраться. И средство к выбору, это не средство к победе в войне. В смысле, стратег, обладающий знанием того, как водить войска, это не человек, который обладает знанием, как выбраться, как быть выбранным народом. И заметьте, действительно, ксенофон говорит, такими доводами Сократ убедил его пойти учиться. Вопрос к кому? Вернитесь назад и просите имя этого прекрасного. К Дионисадору. Которого прям Сократ 2.5. Помните, Дионисадор и Евтидем это два брата Софиста, которые ни черта не умеют. Они были сначала учителями в стратегии, потом стали учителями в гаплицком бою, потом они вернулись в Афины, уже как учителя-софисты. Из двух братьев Дионисадора и Евтидема Платон называет диалог в честь Евтидема, потому что Евтидем побеждает Сократа в споре. И Сократу приходится признать невероятные вещи, что он безбожник. Читайте Евтидема, отличный диалог. И помните, чем он начинается? И тут же Сократ бежит к Критону, говорит, Критон, дай денег, пойдем учиться к Евтидему. Хорошо. Итак, Дионисадор – это известный мошенник. Никакой он не учитель. И уж тем более не учитель стратегии. Это просто софист. Но Сократ убеждает мальчика, зная, кто такой Дионисадор, отправиться к Дионисадору. И более того, сейчас, когда мальчик вернется, Сократ убедит мальчика, что Дионисадор ничего не знает. Когда он после учения вернулся, Сократ шутливым то и не сказал. Комера назвал Агаменнуна почтенным. Не ходите ли вы, друзья, что он после изучения стратегии кажется почтеннее? Почтеннее, да. Значит, величие – это часть науки. Наука делает величие великим. Этот юноша не был великим, пока не изучил искусство стратега. Как только изучил, стал великим. Причем он еще ничего не сделал. Нет никаких побед, нет никакого войска, нет никаких выборов. Как человек, выучившийся играть на кефаре, даже если он не играет, все-таки кефарист. Как изучивший медицину, даже если он не лечит, все-таки врач. Так и он отныне несменный стратег, даже если никто его не выберет. А кто не знает предметы, тот ни стратег, ни врач. Смотрите, разница между врачом и кефаристом, и стратегом заключается в следующем. Врач в любой момент может начать врачевать. Кефарист в любой момент может начать играть на кефаре. Но чтобы стать стратегом в Афинах, нужно, чтобы тебя выбрали. Хоть бы он выбран был целым цветом. Однако продолжал Сократ, чтобы и нам познакомиться поближе с военным делом на случай, если кто из нас будет у тебя таксиархом или лохагом, расскажи, с чего он начал учить тебя стратегии. С того же самого, отвечал он, чем и кончил. Он научил меня тактики и ничему больше. Да, то есть обучение в стратегии заключалось в обучении тактики. А ну тактика, сказал Сократ, лишь ничтожная часть стратегии. Стратег должен обладать способностью приготовлять все, что нужно для войны. Итак, сейчас Сократ будет перечислять обязанности стратега, подразумевая, естественно, что Сократ обладает стратегическим знанием, подразумевая, в свою очередь, что Сократ и есть стратег, хотя он никогда не был выбран и никогда не водил войска. Передавлять все, что нужно для войны, добывать подовольствие войску, должен быть изобретателем, энергичным, заботливым, выносливым, находчивым, ласковым и сыровым, простым и коварным, предусмотрительным и мошенником, расточительным и хищным, щедрым и жадным, осторожным и отважным в нападении. И вообще, чтобы быть хорошим стратегом, надо обладать качествами, как природными, так и приобретаемыми учениями. Итак, остановитесь. Значит, вот в этом перечислении вы увидите определение вирту Маккиавелли. Маккиавелли читал ксенофон, то Маккиавелли знает. Вирту заключается в том, чтобы соответствовать времени, знать, когда надо быть расточительным, когда хищным, когда щедрым, когда жадным, когда мошенником, когда коварным, а когда ласковым, обходительным. Можно вопрос? Да. Вы сказали, что Сократ получается, что он такой. Да. Он им как может быть расточительным. Не быть, а знать, когда быть. Задача стратега – понимать, в какой ситуации он должен поступить. Хорошо. Следующее замечание. Впервые вдруг Сократ нам говорит, что, чтобы быть хорошим стратегом, надо обладать как врожденными качествами, так и знанием. Иными словами, он говорит нам, что, чтобы быть стратегом, одного знания недостаточно. Мальчик этот не сказано, что обладал хорошими природными свойствами. Сказано лишь, что он хотел быть стратегом, и Сократ послал его к знаниям. Мы впервые сталкиваемся с утверждением, протворечащим классическим представлением о Сократе, как человеке, который считает, что знание равно обладателю. Здесь у Ксенофонта Сократ говорит, одного только знания никогда недостаточно. Далее. Заметьте, в этом рассказе про стратега отсутствует решающий момент. Какой? Какое решающее свойство необходимо стратегу? Ну, помимо способности действовать по обстоятельствам. Если вы откроете седьмую книгу политики Аристотеля, да нет, справедливость это и есть вред врагам, да? Удачащим? Ну, это же не качество. Смотрите, если вы откроете седьмую книгу политики Аристотеля, Аристотель скажет, стратегии бывают двух видов. В смысле, в стратегии оцениваются по двум критериям. Компетентность и преданность. Какого качества нам не хватает? Патриотизма. Хороший стратег не обязательно должен быть патриотом. Более того, почему мальчик этот не может быть патриотом? Потому что он поехал учиться к чужостранцу, к Дионисадору, к Сокисну. Ну, патриотизм свое. Ну, это и есть природное качество, природное добродетельное. Важность на воде не может это иметь? В принципе, да. Надо посмотреть, конечно. Да, почему нет? Итак, Дионисадор не может научить мальчика патриотизму, потому что он иностранец. А Сократ не может быть патриотом по уже описанным выше причинам. Поэтому, помните, что Ксенофонд это Страдек, который сбежал со своей родины. Он бросил Афима и никогда в них не вернулся. Хорошо быть и тактиком. Большая равенница между войском построенным и построенным это вроде того, как камни, кирпичи, бревна, черепицы набросаны и в беспорядке. Ни к чему не годны. А если снизу и сверху положить материалы негниющие и неразмягчающиеся, камни, черепица, а в середине кирпичи и бревна, как они кладутся при постройке, то получится очень ценная вещь дома. Ну, это как раз одно из тех правил, которое указывает, как читать классическую политическую философию. Важность центрального положения какого-либо термина. Да, твое сравнение Сократ очень верно, сказал молодой человек. На войне надо тоже ставить первые и последние ряды лучших солдат, а в середине худших, чтобы они одни их вели, а другие подталкивали. Одни их вели, а другие подталкивали. То есть мальчик согласен с Сократом, потому что Дианисадор таки научил его тактики, хотя не научил стратегии. То есть каким-то знанием он обладает. Хорошо, давайте на этом мы остановимся, а потом вернемся, чтобы дочитать сколько мы успеем дочитать. Мы не дойдем до пика очевидно этой книги, то есть до разговора с Кармидом его не будет. Но вы можете почитать самостоятельно вперед и задать какие-нибудь вопросы мне уже в следующий раз. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!